В связи с введением в стране режима чрезвычайного положения в государственные программы поддержки предпринимателей, реализуемые фондом ДОМУ, внесены изменения. В дорожной карте бизнеса 2025, к примеру, сняты отраслевые ограничения, за исключением проектов в сфере торговли, кроме пополнения оборотных средств, а еще субъектов, работающих в сфере игорного бизнеса, проведение лотереи, оборота наркотических и психотропных веществ, охраны, унифицированы ставки для предпринимателей на уровне 6%. Увеличены до 7 млрд. тенге суммы кредитов на субсидирование сроком до 5 лет. Также кредиты на пополнение оборотных средств до 360 млн. тенге по первому направлению, до 500 млн. по второму направлению. По проектам в сфере торговли также по второму направлению сумма выросла до 100 млн. тенге. А еще для начинающих предпринимателей по первому направлению гарантируются кредиты до 180 млн. Для действующих до 360 млн. по второму направлению 360 млн. для начинающих и до 1 млрд. для действующих. Кроме того, в ДКБ-2025 включены субъекты крупного бизнеса. В таких отраслях, как производство продуктов питания, мыла, гигиенических средств, туризм, аренда и управление собственной и арендуемой недвижимостью, грузовые перевозки и складское хозяйство. Что касается изменений в программе экономики простых вещей, то объем финансирования вырос до 1 трлн. тенге со сроком гашения до 10 лет. Увеличился перечень товаров, которые попадают под действия программы. При этом финансировать приоритетные проекты в сфере ПК наряду с банками второго уровня будет Аграрная кредитная корпорация. Продолжение следует...